перед первым рожеком перед первой эксплуатации вам необходимо подключить саму печь электросети это первое это насос для того чтобы качал голове соответственно 2 это свет и искрогаситель вот первым разом вам нужно будет прожечь и решетки весь приготовление пищи то есть мы делаем первую закладку и прожигаем решетки от производственных масла чтобы на пище когда вы будете готовить не оставалось следы от производственных масел перед первым рожеком открываем зольник для первого и быстрого розжига ну и дальнейшего вот открываем нижнюю тягу для подачи кислорода и верхнюю для того чтобы при сгорании уходил углекислый газ и соответственно дым достаём решетки если в вашем случае одна то достаем одну решетку в нашем случае две достаем две решетки засыпаем уголь примерно на три четверти больше не нужно иначе будет очень высокая температура приготовить что-либо будет трудно разжигать можно обыкновенной горелкой либо сухим горючим ни в коем случае не разжигайте жидким розжигом так как продукт сгорения вот этого вот жидкого розжига останется на решетке останется запах и продукт который вы будете готовить питает этот запах его трудно будет вывести то есть лучше всего подходит эта горелка обыкновенная просто разжигаем угли и все в двух местах разжигаем угли до вот такого состояния увидели что угли уже красные и самостоятельно начинает разгораться далее возвращаем решетки в исходной позиции для быстрого розжига в течение 30 минут 30-35 можно оставить решетку в таком положении и прикрыть дверцу но не до конца воздух будет поступать быстрее рожек будет происходить соответственно тоже быстрее буквально через 30-35 минут температура на градуснике будет 150 200 очень важно чтобы угли прогорели иначе дым который в результате горения углей будет очень едким если в инвести углям прогореть и закрываем полностью дверцу зольник нижнюю тягу и верхнюю при первом розжиге необходимо печь прожечь как говорится нашим поварским языком чтобы производственные масла прогорели вам просто нужно загрузить печь на три четверти разогнать температуру до 300-350 градусов и просто поддержать ее в течение одного-двух часов потом необходимо будет решетки почистить щеткой вот соответственно вот такой вот щеткой протереть еще раз ветошью и ваша печь готова к эксплуатации вот так эта сегодня вот вот